Беседа о мучениках Праздники мучеников признаются не только по круговороту дней, но и по расположению празднующих. Например, ты стал подражать мученику, поревновал его добродетелю, пошел по следам его любомудрия. Вот ты и без наступления дня мученика отпраздновал праздник мученика, потому что честь мученику подражание мученику. Как те, которые совершают худые дела, бывают и в празднике без праздников, так и те, которые следует добродетелю и без торжества совершают праздник, потому что праздник отмечается чистотой совести. Это выражал и Павел, когда говорил 1 Коринфянам, 5 глава, 8 стих. «Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но сопресноками чистоты и истины». Таким образом, есть бесквасные у идеев, есть и у нас, но у них бесквасные из муки, а у нас чистота жизни. Жизнь свободна от всякого порока. Так что, кто соблюдает жизнь свою чистую от нечистоты и пятен, тот каждодневно празднует и всегда торжествует, хотя бы и не в день мучеников, и не в них храмах, но и сидя дома. Можно и у себя праздновать праздник мучеников. Говорю, это не для того, чтобы нам не приходить к гробам мучеников, на что пришедшие, мы встречали праздник с надлежащим усердием. И не только в них, но и без этих дней оказывали одинаковое благоговение. Кто не порадуется сегодня нашему собранию, этому светлому зрелищу, кипучей любви, горячему расположению, неудержимой страсти? Почти весь город переселился сюда, и ни раба не удержал страх перед господином, ни бедного нужда бедности, ни старца слабость возраста, ни жену нежность пола, ни богатого гордость от изобилия, ни начальника надменности власти. Но любовь к мученикам устранив всякое подобное неравенство и слабость природы, и нужду бедности одной цепью привлекла сюда такое множество и окрылила любовью к мученикам. Как будто теперь вы устраиваетесь жить на небе. Поправ всякую похоть невоздержания и непотребства, вы пламенеете любовью к мученикам. Как при восхождении солнца дикие звери разбегаются и скрываются свои тыщеры, так и когда свет мучеников озаряет наши души, все болезни ее погребаются, и возгорается светлый пламень любомудрия. А чтобы нам не только теперь, но и постоянно, и по окончании настоящего духовного зрелища сохранять этот пламень, возвратимся и домой с тем же самым благоговением, не спускаясь в места пьянства и блуда деяния, в опьянении пиршества. Вы обратили ночь в день посредством священных всеночных бдений. Не обращайте же опять дня в ночь посредством пьянства и невоздержания и блудных песней. Ты почтил мучеников своим прибытием, слушанием, усердием, почти же их и пристойным возвращением домой, чтобы кто-нибудь, увидев тебя бесчинствующим в месте пьянства, не сказал, что ты приходил не ради мучеников, а чтобы усилить свою страсть, чтобы удовлетворить порочные похоти. Говорю это не препятствуя веселиться, но и препятствуя грешить, не препятствуя пить, а препятствуя пьянствовать. Не вино худо, но не умеренность порочна. Вино есть дар Божий, а не умеренность изобретение дьявола. Итак, работайте Господу со страхом и радуйтесь пред Ним трепетом. Салом 2.11 Ты хочешь насладиться весельем? Наслаждайся дома, где если произойдет опьянение, много прикрывающих, а не в месте пьянства, чтобы тебе не быть общим зрелищем для присутствующих и соблазнен для других. Говорю, это не приказывает дома пьянствовать, но не проводить время в местах пьянства. Представь, как смешно после такого собрания, после всеночных бдений, после слушания священного писания, после приобщения божественных тайн, после духовного ликования, мужу или жене являться вместе пьянство и проводить там целые дни. Разве вы не знаете, какое положено наказание пьянствующим? Они извернутся из царства Божия, лишатся неизреченных благ и будут посланы в вечный огонь. Кто говорит это? Блаженный Павел, не лихаинцы, говорит он, не пьяницы, не развратители, не хищники, царствие Божие не наследует. 1 Коринфянам 6.10 Что может быть несчастнее пьяницы, когда он за малое удовольствие лишится наслаждения таким царством? Лучше сказать, даже удовольствием не может воспользоваться пьяница, потому что удовольствие в умеренности, а в неумеренности бесчувственность. Кто не чувствует, где он сидит или лежит, тот как может чувствовать удовольствие от питья? Кто самого солнца не может видеть от густого облака опьянения, тот как может наслаждаться радостью? Мрак его таков, что и лучи солнечные не в состоянии разогнать у него эту тьму. Всегда возлюбленное пьянство зло, но особенно в день мучеников. Здесь вместе с грехом есть величайшее оскорбление и глупость, и унижение божественных вещаний. Поэтому может быть и двойное наказание. Итак, если ты, пришедший к мученикам, намереваешься по выходе отсюда пьянствовать, то лучше бы тебе оставаться дома. И не бесчинствовать, не оскорблять праздника мучеников, не соблазнять ближнего, не вредить душе, не прибавлять грехов. Ты пришел посмотреть на людей, терпевших скоблений, облитых кровью, украшенных множеством ран, отказавшись от настоящей жизни, стремившись к будущей. Будь же достоин этих подвижников. Они презирали жизнь, ты презирай удовольствие. Они отказались от настоящей жизни, ты откажись от страсти к пьянству. Но ты хочешь получить удовольствие. Оставайся при гробе мучеников, проливай там источники слез, сокрушайся душою, получай благословение от этого гроба. Приобрежь и ходатайство его в молитвах. Проводи всегда время слушания и повествования об его подвигах. Обнимай его в гробницу, пригвозди себя к его раке, потому что не только кости мучеников, но и гробы их и раки источают великое благословение. Прими святый елей и помажь все свое тело, язык, уста, шею, глаза, и никогда не впадешь в кораблекрушение пьянству. Так как елей своим благоуханием напоминает тебе о подвигах мучеников, обузует всякое невоздержание, удерживает в великом терпении и побеждает душевные болезни. Но ты хочешь проводить время в рощах, лугах и садах? Только не теперь, когда столько народу, но в другой день. Сегодня время подвигов, сегодня зрелище борьбы, а не удовольствие и не отдохновение. Ты пришел сюда не для того, чтобы предать вселенности, но чтобы научиться бороться, сражаться всеми способами и, будучи человеком, сокрушать силу невидимых бесов. А никто, пришедший на место борьбы, не предается удовольствием и прибывший во время подвигов не занимается украшением себя и во время сражений не заботится о трапезах. Поэтому и ты, пришедший посмотреть на мужество души и крепость ума, на трофеи новые и необычайные, на некоторую особенную борьбу, на раны и сражения, на всевозможность состязания человеческой, не вводи действий бесовских, предаваясь пьянству и удовольствиям после этого необыкновенного и страшного зрелища, но приобретший душевные пользы отправляйся с ней домой, самым видом своим, показывая всем, что ты возвратился в виде мучеников. Как возвращающиеся созрели и заметны для всех, потому что бывают смущены, расстроены, расслаблены и носят в себе образы всего там происходившего, так и возвращающемуся созерцания мучеников належит быть заметным для всех по взору, по осанке, по походке, по сокрушению, по средоточенности душевной, дышать пламенем, быть скромным, сокрушенным, трезвенным, бодрым, в самых движениях тела, выражающим внутреннее любомудрие. Так будем мы возвращаться в город с належащей благопристойностью, с благоприличной походкой, с благоразумием и целомудрием, кротким и мирным взором, одеянием ужас, мех его, и походка, говорят о нем, стирах 19.27. Так всегда будем возвращаться от мучеников, от духовных ароматов, небесных лугов, новых и дивных зрелищ, чтобы и нам самим получить великое облегчение, или других стать защитниками свободы, исподобиться будущих благ, благодатью и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.